Пациент с коронавирусом скончался в Ачинске. Это первый смертельный случай в городе. Информацию еще до свода Кроспотребнадзора и Минздрава подтвердили в местной межрайонной больнице нашим коллегам с телеканала ОСА. Пациент иногородний, с массой сопутствующей патологии. То есть нельзя сказать, что он умер от коронавируса? Он вместе с ним умирал. Умирал от сопутствующей патологии сердечной. Россия уже восьмая в рейтинге коронавирусных стран. За сутки подтвердилось почти 6,5 тысяч новых случаев заражения. Накануне наша страна обошла Китай по числу инфицированных, сегодня Иран. Всего болезнь подхватили 93 тысячи россиян. Терапевтический корпус Минусинской больницы закрылся из-за заболевшего коронавирусом врача. Заразился кардиолог, которого уже поместили во временный госпиталь для больных COVID-19. Там сейчас находится 5 человек. А терапевтический корпус на двухнедельном карантине. Там идет тотальная дезинфекция. Глава Роспотребнадзора страны спрогнозировала ослабление режима самоизоляции после 12 мая. По словам Анны Поповой, необходимый для победы над коронавирусом третий двухнедельный инкубационный период приходится на майские праздники. Если россияне останутся дома в первую декаду наступающего месяца, некоторые ограничения ослабят. А вот ЕГЭ все равно сдвинется еще на более поздние сроки, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. До этого госэкзамены с конца мая уже были перенесены на 8 июня. Окончательное решение в правительстве озвучат после майских праздников. Что касается ОГЭ для девятиклассников, то сроки будут устанавливать в регионах. Еще семь аппаратов искусственной вентиляции легких закупает БСМП. Такой лот появился на сайте госзакупок в полдень и через минуту сделка уже была совершена. Потратили на ИВЛ больше 21 миллиона рублей. Центральный парк открылся по ошибке, заявляют его представители. Напомню, накануне на своей странице в интернете его представители объявили, что он открыт для прогулок. Гостей, несмотря на режим самоизоляции, звали заняться спортом, съесть хот-дог, покормить белок и даже полежать на лавочке. Однако сегодня руководство Центрального парка парировало. Информация об открытии парка – ошибка рекламной службы, которая поторопилась и опубликовала объявление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok